Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Шедвел Игровые Миры, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в Resident Evil HD Remaster. В прошлой серии мы судорожно с паникой и ужасом вернулись в особняк, за нами гнались какие-то водные монстры, чудовища, но мы все-таки сумели запереться в этой уютной комнатушечке и сохранились. Теперь выходить в особняк стало намного опаснее, чем это было раньше. Давайте сейчас выложим ненужные предметы и решим куда пойдем дальше. А вот что ненужное мне здесь явно нужно выбросить, я не знаю. Теперь у нас в коридорах бегают настоящие уроды, которые могут снести Джилл голову с одного удара. Нужно взять что-то поинтересней. Сначала перезарядим пушку. Пятнадцать, ну я думаю хватит пятнадцать, если что. Ящик рядом. Да, собственно, дробовик у меня действительно зарядный, я думаю и дробовик оставим. И больше брать, наверное, ничего не будем. Пусть будет четыре ячейки у нас лежать. Блин, как же много здесь всего. Ну, собрал целую коллекцию. Будет у нас лежать с вами дробовик, пистолет, одна аптечка и ключ шлема, который мы достали в прошлой части. А идти нам, собственно, друзья... А, стоять. Загорелся красным рядом коридор слева. Возможно, там что-то нам вбросили. Нужно туда сходить. Сходить и посмотреть. Ну что ж, попробуем выйти с этой двери, посмотрим, что нас здесь ждет. Я уже зажал кнопку прицеливания, чтобы отстреливаться. Кто-то, я не вижу тебя, сука. Друзья, жирновато будет, наверное. Три выстрела с дробовика. В одного урода плавающего, ни хрена себе. Три выстрела с дробовика. Я уже видел, что их здесь как минимум двое бегает по коридорам. Это записка от Берри, я ее видел. Второй находится здесь. Ну, давайте выйдем. Дверная ручка отремонтирована. Это та самая ручка, о которой говорил Берри в прошлой части. Теперь мы можем с легкостью входить и выходить в это помещение. Тут находится еще один ублюдок. На этого ушло два. Я так понял, да? На этого ушло два выстрела. В того я, может, просто третий не попал. И вот меня интересует вот этот коридорчик. Он горит красным слева от меня. И там, наверное, что-то положили. В прошлый раз я бежал в панике и просто не увидел... Не видел ничего, что лежит под ногами. А сейчас нужно осмотреться. И почему же он горит красным, непонятно. Пока не очень понятно. Я не вижу вообще ничего. Уже общупал все на свете. А, я могу каменный металлический объект. Я могу его взять обратно. Тогда закроется дверь. Нет. Все понятно, почему горит красным. Это намек на то, что эта эмблема осталась у меня. Ну, осталась востребованная. Ее можно взять в любой момент. А пока... Пока я думаю, трогать ее не нужно. Мы еще туда вернемся. Все, трупешника больше нет. А здесь закрытая дверь только одна. Она находится в холле. Но у нас есть, друзья, еще одна дверца. Явно не эта. Нам сюда еще очень рано. Еще у нас есть одна дверца на втором этаже. Блин, пять выстрелов с дробовика ушли в никуда. Сколько таких монстров еще можно повстречать в этой местности, даже трудно представить. Сейчас я перезаряжу дробовик. Не то. Так, я хотел взять старый дробовик. Он взаимозаменяем. Я так понял, я могу перезарядиться с помощью него. Если бы мне его еще так быстро найти. Да. Я вот сейчас возьму и возьму на всякий случай патроны, если не получится. Всего шесть патронов для дробовика. Чем же отстреливаться-то? Комбинировать вместе с этим. Не получается, друзья, комбинировать. Не получается. А жаль. А жаль. А хотелось бы. Не могу я вытащить отсюда патроны. Они невзаимозаменяемы. Ну что, давайте. Давайте тогда сделаем так. Так, пока мы здесь бегаем по местности, выложим... Нет, не то. Выложим боевой дробовик в ящик. А с собой возьмем шесть патронов и старый дробовик, из которого нужно выстрелять пять выстрелов. Чтобы они нам уже не мозолили глаза. Ну что ж. Я ничего не взял в руки. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим на второй этаж. Там точно должна открыться одна дверь. Что-то не балует нас здесь обилием патронов. Особенно сейчас. Так, здесь я точно помню, должна быть одна дверь. Да, и находится она... Находится она здесь, да? Да. Находится она здесь. Я ее тогда попросту не смог открыть. Нужны патроны, нужны заряды. Я думаю, битв еще будет в этом месте масса. Хотя бы лента должна быть. Вот эта дверь постоянно была закрыта. И сейчас, я думаю, мы ее откроем. Да, ключ-шлем подошел. Я напомню, что в этой комнате мы брали карту для второго этажа. Когда зажигали камин. Но это было очень... Очень давно. Так, я вижу еще одну статую. Одна из статуй нам уже встречалась. Еще какая-то хрень. Сейчас меня тут давят, что ли, да? Я не вижу. Камера плохо показывает. Охренеть. Стены снижаются. И меня могли раздавить здесь попросту. А теперь что? Чего тут делать-то? А теперь стена, наверное, поедет обратно, да? Так, я вижу еще какую-то хрень. Ничего, пока понять не могу. Здесь есть включатель. Стены едут назад. Едут назад стены. Интересненько. Здесь ничего не так. Я так понял, это надо задвинуть нам туда, чтобы стены нас не раздавили. Давай, давай, быстрей, быстрей. По крайней мере, не должна раздавить. Но я спрячусь на всякий случай. Да, камеру я не могу запечатлеть. Все, я понял. Я понял, друзья, что здесь делать. Сейчас я проверю еще, что это за картина. Здесь лежит фотография матери и ребенка. При близком осмотре левая сторона похожа на чье-то лицо. Все. Я так понял, я сейчас... Тут еще какая-то статуя. Я нажимаю кнопочку. Бегу быстро, очень, очень быстро назад. Мать его, из-за камеры могут быть существенные проблемы, друзья. Вообще, камера охренительно сложная. Так, раздавить меня не должны. Я смело буду двигать до конца. Ну, или, по крайней мере, куда додвину. Ай-яй-яй! Получилось? Я уже думал, все. Я думал, сейчас полезут кишки. Но нет, я успел. Но, наверное, я не додвинул до конца. Сейчас, главное, камера. Камера меня не подвела. Блин, вообще, вообще капец. А, сюда. Не успел. Я понял, куда. Мне нужно задвинуть ее на пьедестал. И задвинуть вбок. Вбок и вправо. Но из-за камеры быстро сделать это невозможно. Мне нужно задвинуть, как эта статуя стоит. Все. Головоломку я разгадал. Единственное, что теперь нужно сообразить, как быстро дотолкать эту статую. Давай. Мать его! Охренеть. Как я люблю эту камеру. Я вообще ничего не вижу. Я сейчас буду бежать. Хотя давлю вообще кнопки в другую сторону. Ну, двигай же. Ну, что? Я не знаю, друзья, что делать. Я не знаю, что делать. Я просто не успеваю. И место здесь только мне здесь. Только здесь я могу быть. Больше мне идти некуда. Я не знаю, как быстро изловчиться и нажать эту гребаную статую. Если не могу просто выбежать из коридора. Могу выбежать. Меняется камера. Меняется управление. Теперь кнопка лево и право. Меняется местами у меня. Блин. Нужно было просто двинуть на квадратик. Я думал, нужно еще было выйти и сюда задвинуться. И тогда все намного проще оказалось. Еще здесь есть кнопочка. Ее нажимать больше не нужно. Я вышел в какое-то помещение. Неужели ради электрошокера? Думаю, нет. Думаю, нет. И... И... И как это за куча? Куча какого-то навоза лежит или... Что это такое вообще? Собственно, все горит зеленым. Ну, сейчас пороемся в навозе или что это такое? Под вашими ногами... А, это дыра. Видимость оставляет желать лучшего. Да уж. Видимость настолько оставляет желать лучшего, что я вот чуть с дерьмом не перепутал эту дыру. Ну, давайте спустимся. Кто-то потерял... По-моему, книгу, да? Да, книга. Последняя книга, том 1. А вылазить меня как-то будут отсюда кто-то спасать? Так, изучим, что это за книга. Книги, как обычно, у нас здесь читать нужно. А, все понятно. Медаль была спрятана внутри книги. Медаль Орла. С тремя точками. Здесь ничего необычного. А здесь... Найдено в последней книге том 1. Может иметь место нестандартное использование. Понятно, что такое нестандартное использование. Где я вообще нахожусь? Какой-то проемчик небольшой. А, я нахожусь... На первом этаже в секретной комнате. И она еще горит красным. Я, кстати, не могу вылезти. Здесь много тараканов. И еще что-то лежит. Что это такое? 29 ноября 1967 года. Я не могу выйти. Я пробовал все возможные пути побега только для того, чтобы понять, что я вправду в ловушке. Я был везде. Лаборатория с большими стеклянными трубами, заполненными формальдегидом. И эти темные, влажные и жуткие пещеры. Что я могу? Сперва я не хотел верить своим глазам. Но знакомая туфелька на высоком каблуке в коридоре. Это был как рефлекс. Одно имя пришло мне в голову. Джессика. Я не хочу верить, что их постигла та же участь, что и меня. Нет. Я не могу терять надежду. Но я должен надеяться, что они все еще живы. У меня не было еды и питья уже несколько дней. Я чувствую, как будто схожу с ума. Почему это происходит со мной? Почему я должен умереть вот так? Я был слишком одержим проектированием этого ужасного особняка. Я должен был думать лучше. Это темный, сырой подземный туннель. Еще один тупик. Но даже в темноте что-то привлекло мое внимание. Осторожно, я зажег последнюю спичку. Я должен был увидеть, что это. Могила. На камне было выгравировано мое имя. Джордж Тревор. В этот момент для меня все стало ясно. Эти ублюдки знали с самого начала, что я умру здесь. И я попал прямиком в их ловушку. Но слишком поздно. Я проиграл. Все становится так далеко. Джессика, Лиза, простите меня. Из-за моего эгоизма я вовлек вас обоих в этот проклятый заговор. Простите меня, пусть Бог заберет мою душу в обмен на вашу безопасность. Джордж Тревор. На маленьком надгробии написано имя. Джордж Тревор. Здесь выключатель. Да, давайте нажмем его. Ну что ж, я так понял, данное место это могила, собственно, проектировщика этого особняка. Его здесь заперли те, кто... Ай, камера, камера, ты меня бесишь. Заперли те, кто заказал, видимо, этот проект. И Тревор навсегда здесь остался. Я надеюсь, он сейчас находится не внизу в колодце. Потому что я взял с собой 10 выстрелов для дробовика. И больше у меня ничего нет. Пистолет, 15 патронов. Но в наших условиях пистолет это так. Замыливание глаз. О боже мой, где я нахожусь? Что-то внизу знакомое. Это я знаю, что это за место, друзья. Слева вы видите две закрытые двери. Это кухня. Это я там когда-то уже бывал. Давно, конечно. Ох, ничего себе картинка. Давайте сфоткаемся для обложки. Когда мы еще встретимся-то? Так, ладно. Попробую пострелять с пистолетика. А симпатично смотрятся, блин, пушистики. Я их полюбил, блин, после того, когда встретил их в комнате. Сука, укусил. А он не такой, как те. Друзья, у меня конец. Он не такой, как те. Это другой вид паука. Я отравлен. Нет, я не отравлен. Он меня не сумел отравить. Но здоровье оставляет желать лучшего. В паука я пострелял. О чем уже пожалел. Нужно стрелять с дробовика в пауков. А вот еще один идет. Его брат, наверное, да? Иди сюда. Он прилег или да? Он еще жив. Два выстрела с дробовика. И... Три выстрела с дробовика. А я его с пистолета стрелял. Вот это я даю, конечно, жару. Вот это я даю жару. Четыре выстрела с дробовика. В новых видов пауков. Прошлых я убивал с трех выстрелов пистолета. Иди теперь... Дойду ли я вообще до кухни какой-нибудь? Что меня здесь ждет-то? Кстати, вылезли какие-то маленькие паучки. Мне их давить или стрелять? Что с ними? Мать их делать. Да, давить можно их. Надеюсь, они не вырастут, как их мама-папа или кто это. Так, есть справа что-то. Мне нужна какая-нибудь аптечка. О, я что-то вижу. Это карта особняка В1. Вот это карта. Вот это картище. Ничего удивительного. Я так и предполагал, что мы выйдем в кухню. Но до кухни еще, друзья, нужно дойти. Да, да. Вот этого очень не хватало. Все, коридор пуст. Не думал я, что... Что-что-что там написано? Внутри находится панцирь паука. Здесь разводят пауков. Вот этой штучки мне не хватало. Больше взять здесь, я так понял, нечего. Пауков нет и... Слава, как говорится, Всевышнему. Так. Сейчас нужно держать дробовик на готове. Ни хрена не вижу. Слышу шлепанье. Слышу шлепанье. Ходит зомби. Такой какой-то миловидный зомби. Попробую опять. Ха-ха. Попробую опять подстрелять со своего... Неподушного пистолета. Убил я этого ублюдка. Все, друзья, патроны кончились. Ха-ха-ха. Не хватило одного. Назад. Назад. А если бы я попал сюда... А если бы я попал сюда без дробовика, что бы я делал? Так, красная трава. Мне нужна зеленая трава. Это, конечно, хорошо. Все. Я, конечно, могу смешать еще. Но это красный зомби. Потенциальный красный зомби, который рано или поздно проявится. Здесь есть нож. Он меня, конечно, немного прикроет. Где я вообще нахожусь, мать его? Как я люблю это все. Коридор сияет еще красным. Здесь еще что-то есть. Что это такое? Какой-то рубильник. Я же в воде стою. Сейчас же будет... Бум! Ну, давайте посмотрим хотя бы. Я нажимать не буду. Похоже на панель питания лифта. Похоже, панель питания снова работает. Я заменил главный предохранитель и панель питания какую-то запустил. Интересно, что это, мать его, за панель питания-то такая. Где я вообще нахожусь-то? Все красным горит. Нет, продолжает гореть красным наш ход. Мы еще не выбрались отсюда. Нужно помнить о том, что красный зомби лежит сзади. Будет больше ничего взять нельзя. Тут целый ряд небольших объектов в шкафу. Посмотреть внимательно. Вы заметили герб Ракон-Сити на разбитой тарелке. Так, брать я могу. Я могу брать патроны для пистолета, но не могу их нести. Давайте комбинируем это дело. Нельзя скомбинировать красное с синим. Нельзя скомбинировать. Вот охренительно. Просто охренительно. И патрона не могу взять. Ай, ладно. Давайте отсюда выберемся до ближайшего ящика. Потому что нести невозможно. Я думал, красное можно скомбинировать. Оказывается, нельзя. Я открыл какую-то дверь. Ну, давайте выйдем в кухню. Я, конечно, сжигал зомби в кухне в прошлый раз, когда был. Как чувствовал, что сюда вернусь. Собственно, там и чувствовать. Ничего не нужно-то было. Все горит синим. Если я сейчас выйду, ближайшая комната будет где? Кстати, там еще лифт. Давайте лифт еще проверим. Работает он или нет. Вот здесь валялся красный зомби. Но, по-моему, его уже вынесли. Или я его сжег. Да, друзьяки, лифт приехал. Можно войти? Можно войти в лифт. Ну, давайте уже раз вошли, посмотрим, куда мы выйдем. Держу кнопку на готове, чтобы использовать аптечку. Интересно, куда он меня привезет. Вот куда он меня сейчас привезет-то? Даже страшно представить. А! Вау! Я вышел в ту закрытую комнату, где никогда еще не был. И вот, что я вижу. Он тоже был удивлен, кстати, меня увидеть. Это не единственный, кто меня здесь хочет увидеть. Интересно. Я убил этого с одного выстрела, да, наверное, у меня... Да, я убил его с одного выстрела. Уже нужно готовиться к тому, что здесь, друзья, три гребаных красных зомби. Что у меня вообще с патронами? Обещал, что не буду перезаряжаться, но приходится. Приходится перезаряжаться, места нет. Еще одна красная трава. Вообще нет места. А что они вообще себе думают? Тут лежит потенциальных два красных зомби. Огромная какая-то дверь, мотылечек. Охренеть, мотылечек на полэкрана. Дверная ручка сломана. Нам не пройти. Ну, и на том спасибо. Восточный свиток. Западное изображение. На нем западное. Так, тут все закрыто. Дверь сияет красным, потому что здесь куча цветов. Я вижу еще какую-то маленькую комнатку и огромного, блин, мотылька. Собственно, вот здесь я нахожусь. Ну, давайте войдем. Комнатка-то маленькая. Ох, блин. Мне бы до комнаты не сохранения, а выложить хотя бы вещи и взять патроны. Вот еще здесь куча всего. Еще какое-то что-то лежит. Но я не унесу-то ни хрена. Ни хрена не унесу. Еще вот шокер возьму. Шокер, да, возьму. Он мне пригодится. Я вижу еще кучу всего. На дробовик, на магнум. Мне нужно выйти, а потом вернуться. Зомби продолжает лежать. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Я открыл еще одну дверь. Сейчас я выйду. Даже не знаю куда. Знаю куда, но до ящика все равно далековато. Что нас будет ждать в этом коридоре? Это коридор с зеркалами. Здесь я бывал. Сзади кухня. Кухня, кухня. Да, давайте выйдем в кухню. А потом выйдем вниз и внизу будет комната с ящиком. На удивление все пока спокойно. Вот здесь будет комната с ящиком. Скоро. Если кто-то на меня сейчас побежит, друзья, я сразу пью аптечку. Если успею. Если успею, конечно. Так, все пока спокойно. Внизу комната с ящиком. Там столько нужно добра вынести. И может даже метрецов тех сжечь. И, наверное, я, друзья, это сделаю. У меня есть во фляге два глотка бензина. Спокойно в этом месте. Относительно спокойно. Но лент на сохранение мне почему-то никто в грудки давать не хочет. Сейчас, сейчас. Сейчас мы все исправим. Сейчас мы все починим. Так, 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 так. Синяя трава нам тоже пока не нужна. Нас не отравили все-таки. Хотя пытались. Нам нужно закомбинировать красную и зеленую, чтобы подлечиться. Это раз. Смесь трав. А сколько здесь смесь трав? Две или три? Ну, вот давайте закомбинируем вот эту штучку. Шесть патронов обычного дробовика. Давайте выложим эти. Выложим какую-то монету. Я пока не знаю даже, куда ее применять. Что еще можно выложить? Наверное, можно выложить пистолет. Хотя. Хотя, нет. Пистолет я выкладывать не буду. Я там возьму 15 патронов и сразу сюда же вставлю. Все, друзья. Я выхожу. Правильно? Правильно. Выхожу. Только сейчас подлечусь. Все. Здоровье у меня отлично. Я пошел обратно за материалами. Хотя. Хотя, блин. Я же хотел сжечь зомби. Я должен это сделать, потому что там, там есть. Мы туда еще вернемся обязательно. Я надеюсь, они не превратятся. Где моя зажигалка? Как раз на два человека. Я думаю, не зря это мне дали. Там находится лифт по центру той комнаты. И мы туда еще обязательно вернемся, чтобы себя... обезопасить. Я их попробую сжечь, если, конечно, успею. Меня, в принципе, здесь недолго... Я отсутствовал. И сейчас, сейчас вот сюда... Комната нужная. Мы в ту комнату еще вернемся не раз. Там одни двери большие вообще закрыты. А вторые... А вторые двери называются лифтовые. Мы туда приедем. Нужно навести в ней порядок, как когда-то сделали... На кухне. Если, конечно, сейчас успеем. Они могут уже восстать. Зомби могут уже... Восстать. Аккуратно подходим. И уходим. Да. Одного сожгли. Какая-то женщина еще находится. Повреденная статуя богини. Горит, дружище, ясно. И второго нам надо так... Аккуратненько. Чтобы он... Не вставал. И второго сожгли. Есть. Все-таки тот бензинчик, который мы набрали... В лесу за особняком, нам пригодился. И очень даже сильно. Теперь нам нужно унести отсюда еще два предмета. Два предмета... Это будет сложно, потому что здесь куча цветов. Сейчас будем сразу же комбинировать. Комбинировать их и выносить цветы по одной штучке. У нас всего два предмета. Собирательная у нас в этот раз получится серия. Ну а что делать? Надо как-то перестраховываться. Комбинация. И один зеленый заберем. Все. И останется у нас еще три предмета. Как четыре предмета. Нам нужно еще раз проделать тот же маршрут. К ящику, мать его, и обратно. Конечно, долговато. Но надо. Надо. Чтобы уже знать, что сюда мы... Возвращаться за мелочами не будем. Сейчас я быстро туда добегу. Два зомби сжечь было просто необходимо. Тем более, пока здесь спокойно. Относительно спокойно. На нижний ярус. К ящику. Блин, и зачем я зарядил патроны в дробовик? Хоть думал же, что выстрелять и все, и выбросить его. Да нет, не получается. Не получается это сделать. Придется носиться, наверное, с этим дробовиком. Так, эту штуку мы выкладываем. Эту штуку мы выбрасываем. Эта штука нам тоже больше не нужна. Эта штука нам больше не нужна. Так, ну что, давайте возьмем, наверное, все-таки нормальный дробовик. Этот прибережем, если у нас совсем не будет патронов. Возьмем этот... У меня еще есть магнум. Скоро патроны на него дадут. Грек жаловаться. Где-то два еще патрона было. Все, больше у меня нет. Нет, больше у меня нет ничего. Ладно, друзья, теперь добираем то, что мы не унесли. Опять у нас всего семь выстрелов. Ноль патрона в пистолете. Но пистолет, как бы это ни было странно и как бы я его не ругал, все еще нужен. Все еще необходим для зомби, которые периодически встречаются, как мы видим. Нож я выбросил вообще в самом начале игры, так как вещь бесполезная. Но на этом уровне сложности так точно бесполезная, так как убить им, ну, никого нельзя. Здесь пистолета не убьешь, в упор практически никого. А здесь еще и, как вы понимаете, нож. Который можно только поцарапать зомби или срезать ему шнурки, или там штаны порезать, разрезать. И больше ничего. Все, сейчас я добираю там какие-то три вещи и обойма внизу у меня осталась. Больше в этой части пока что делать нечего. Зомби больше нет. Они не восстанут. Я их сжег. Правда, бензина тоже у меня больше нет. Ближайший бензин находится... Я даже не хочу говорить где. Да, это очень нужные вещи. Это делает меня сильнее и увереннее в этой игре. Кислотные заряды, да. Кстати, кислотные заряды Берри говорил, что мы можем и батарея. И все, да, здесь больше ничего нет. Все, пусто. Сейчас еще на лифте прокотимся вниз. Берри говорил, что кислотными зарядами можно навредить тому самому монстру, хозяину хижины, который сученыш бродил там внизу. Не внизу, а в хижине, когда мы оттуда спасались. Либо он вычислил, либо это какая-то просто подсказка. Куда я еду? Я уже, по-моему, сказал, да. Я еду за обоймой патронов. Я уже сам забываю, что я здесь делаю. Серия у нас сегодня собирательная. Сегодня мы укомплектоваемся полностью. Да, за этой дверью. И тот коридор еще горит, кстати, красным. Не взяв обойму, мы не выясним того, что в нем больше ничего нет. Обойму взяли, смотрим на коридор. Коридор горит зеленым. Все-таки обойма одна. Делаем комбинацию. И все. И, собственно, все. Давайте теперь посмотрим, куда нам идти. На втором этаже мы открыли, друзья, абсолютно все. Нет, это первый этаж. Кстати, там какая-то странная еще комнатка осталась. Там, где лев стоял. Я не знаю, что с ней делать, но потом выясним. Справа... А, вот еще одна комната осталась. Как раз мы сейчас на лифте туда и доедем. И одна комната осталась в восточном крыле. Мне очень нужна лента сохранения. Я вот не знаю, сколько я уже здесь пробегал. И у меня всего две. Я так, конечно, могу один раз сохраниться, но... Что-то я не туда вышел. Я могу, конечно, один раз сохраниться, но... Нужно еще, еще мне на лифт. Мне на лифт. Разъездились мы... На лифте сейчас... Кстати, батарею я взял... Я так догадываюсь, куда ее применять, эту батарею. Сейчас я еще раз прочту, что это за батарея. Использовать. Нет, не использовать. Батарея изучить. С помощью нее можно включить лифт. Батарея. Да, я знаю. Это место возле фонтана. Помните, там, где куча собак была? И там... Были серьезные проблемы с движением лифта. И как раз, по-моему, туда нужно ставить... Нашу батарею. Все, осталась у нас одна комната в этом крыле. Одна комната, вообще одна. Кроме львов, конечно. И находится она, наверное, где-то здесь. Стремно. Стремно идти без сейвов. С дробовиком. Сейчас какая-то скотина выскочит. Ох, это я в зеркале. Я уж... Я уж испугался. Стоять. Что-то я запутался. Мне сюда. Да, мне сюда. Мне сюда. И останется одна дверь. И справа еще одна дверь. И примерно я знаю, куда идти. Вот, вот эта комнатка. А, здесь же сохранение. Мы здесь уже бегали. Ключ, шлем. Ну, давайте войдем. Давайте войдем. Я кнопку прицела уже зажал. Птица. Птица, она меня смотрит. Друзья, здесь не все так просто, как мне кажется. Я даже боюсь что-то брать. Я так понял, птица меня будет гасить огнем. Друзья, я пошел сохраняться, наверное, да? Я не знаю, что делать, но боюсь умереть. Я очень, очень много прошел. Очень много прошел, чтобы сейчас подохнуть. И пауков прошел, и в дыру прыгал. Но у меня всего два сейва. Я не знаю, что там делать, и любая ошибка может вернуть меня на начало игры. Ну, не начало, а начало нашей серии. А представьте, сколько я пробежал. Ладно. Сейчас делаем сейв и попробуем птицу на вкус. Попробуем что-то у нее украсть. Батарея нам пока, наверное, не нужна. Магнум нам пока тоже не нужен. Кислотные заряды также добавим сюда. А сюда добавим ленту. Всего две ленты. Ну, мать его, дайте ленты. Вы чего делаете? Комната 23. Все, осталась у меня, мать его, одна последняя лента, какая-то птица и всего одна дверь. Ну, пойдемте. Теперь не страшно, по крайней мере, пособираем все, что есть в комнате. Может быть, там нам подбросят немного ленты. Тогда уже будет поспокойней. Но критическая ситуация с лентой. Не с патронами, а с сохранениями. Так, ну, уже как-то пободрее. Можно даже рискнуть что-то взять со стола, посмотреть. Палит меня птичка. Ну, давайте посмотрим. Разрывные заряды. Меня, по крайней мере, за это не убили. Еще что-то? Письмо от шефа службы безопасности. День... Ху! Приближается. Выполните следующие процедуры в течение недели. Заманить в лабораторию группу Старс и наблюдать за их борьбой сбор для сбора данных о боевых качествах. Вот мать его. Это про нас. Отобрать два эмбриона каждого мутированного образца в качестве образца за исключением тирана. Утилизировать тирана. Уничтожить арклейскую лабораторию, включая всех ученых и подопытных животных. Замаскировать все под несчастный случай. Когда вышеозначенные процедуры будут выполнены, доложите в штаб-квартиру для получения дальнейших инструкций. Если по каким-то причинам вы не можете выполнить процедуры в срок, немедленно сообщить. В случае чрезвычайных ситуаций, отчитываться напрямую по дополнительному номеру 5691. Так, друзья, мы здесь подопытные кролики. 56... Мать его, она следит за мной. Все равно следит за мной. Я вижу кинжал. Я выключил свет, кстати. Но птица меня-то видит. Все равно комната сияет красной. Здесь что-то еще есть. Не понимаю, что делать, друзья. Честно, не понимаю. Она смотрит... Ну, поворачиваться она стала, по-моему, немного медленней. Или мне это... Оп! Я могу двигать шкафчик. Что-то я сделал. Что-то нажал. Но птица все равно за мной следит. В глазу находится желтый драгоценный камень. Вынуть его? Да. Он прикреплен к чему-то и не поддается. Не понято. Так, я вижу... Я так понял, здесь два камня. Свет я выключил. И это нужно пододвинуть сюда, да, получается? О-хо-хо. Может, птицу надо вырубить? Ну, мать его. Так, ладно. Сейчас попробую... Посмотреть, что здесь за камень. Красный камень. И не поддается. Что тут вообще делать-то? Вот это комнатка. Вот это комнатка. Может, птицу шандарахнуть? Или что-то с этим сделать? Не знаю. Не знаю, не знаю. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что птица... Птица следит за мной очень тщательно. То есть... Как видеокамера, как будто наблюдение. И... Опа! Есть, друзья, я понял. Так, она меня не будет стрелять ничем. Нет, она нас не будет стрелять ничем. А, все, друзья. Пока птица не видит, я могу... Я могу быстро вытащить камень. Все. Есть. Все выполнено в надлежащем виде, друзья. Ничего сложного. Даже можем включить теперь свет. Птица это такой себе замок, который в случае обнаружения опасности блокировал камень в животном. И больше, собственно, ничего. Так, ладно, друзья. У нас осталась всего одна комната. Хорошо, что нас не пристрелили. А с другой стороны... Ээээ... Зря сохранился. Зря сохранился. Сейчас посмотрим, куда нам дальше-то. А нам-то дальше на первый этаж. У нас осталась одна комната. Одна комната для этого ключа. Камни, я не знаю, наверное, выложим. И что с ними делать-то, тоже не знаю. Три камня все-таки занимает много пространства. Три камня нам не нужны. И я верю в то, что мы найдем ленту. Тем более, мы нашли разрывные заряды для гранатомета. Теперь всего у нас по 12. Кстати, у нас есть один такой камушек. Даже два, даже три уже камня. А-а-а. А там был лев, друзья. Блин, не та кнопка. И лев этот находится совсем рядом. Давайте-ка возьмем эти камушки сейчас с собой. Попробуем пробежаться к ольвенку. У него, я помню, у этого льва какие-то были глаза. Либо красный, либо синий, либо еще какой-то. Пока мы на сохранении, давайте уже выполним все по максимуму. Чтобы уже, если последний раз, сохраниться в конце серии. Я тебя звал сюда, ублюдок. Вот как здесь попадать? Я ни хрена не вижу. Я тебя, урод, звал сюда? Мрозина. Все, у меня заканчиваются патроны. Все-таки мы правильно идем, друзья. Ко льву надо идти. Или нам просто с вами не ведет. Один выстрел. Один выстрел из дробовика остался у меня. Хм, как замечательно. Скоро я буду отбиваться с помощью гранатомета. Конечно, не факт, что сейчас здесь никто не вылезет. Но я буду бежать. У меня один выстрел. Хотя надо брать уже тот. Гранатомет. Как-то тихо. Вот это место. Вот это местечко. Сейчас мы сюда зайдем, посмотрим, что находится здесь. Лев там какой-то стоял с какими-то глазами. Это было давно. Здесь есть инструкция. Тигр сияет синим и желтым цветом. Ну, все понятно. Синий. О-о-о-о. Меня услышали. Меня услышали и помогли мне. А, все. Сейчас оставляю желтый и откроется вторая. Вторая часть. Надеюсь, откроется без проблем. И никто оттуда не выползет. Дайте ленту, 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 ленту. Блин, какой-то диск. Какой-то доисторический, мать его, диск. Все, мы взяли все, что могли. Отлично. Хотя бы дали на дробовик. Я уже думал, беда. Что это такое? Это у нас МОДИСК. Такие я видел лет 10 назад. Последний раз. А может и больше. Похоже на диск для перезапуска какой-то системы. Ладно. Наверное, пригодится. Наверное, он нам, друзья, с вами пригодится. Попробуем без проблем отсюда выйти. Зомби на нас уже с окон не нападают. На нас нападают более усовершенствованные монстры. Ну, эта территория должна быть уже спокойной. Сколько же можно здесь отбиваться-то? Уроды. Выложим. Или не выкладывать диск. Может, мы что-то найдем. Кстати, один камень остался. Я думал, три камня мы куда-то с вами встремим. Мы их никуда не встремили. Диск выложим. Останемся при своем, что у нас есть. Диск пока полежит. А камень не знаю. Камень зачем-то, наверное, нужен. Изучить. Я думаю, мы его встремим куда-то в последней комнате. Красивый и отполированный до блеска драгоценный камень. Давайте его возьмем. Все равно у нас места дофигища. И пойдем, пойдем, пойдем с вами в последнюю комнату. Теперь уже точно последняя. Если мы даже с вами льва вскрыли. Даже льва вскрыли. Больше-то идти некуда. Пойдем мы через, наверное, второй этаж. Так будет безопасней. А там посмотрим. А там посмотрим, что нас ждет. Второй этаж через кухню. Через верх пойдем. Кстати, этот диск наподобие той видеокассеты, которую мы взяли в начале. Помните, с самого начала, когда нашли первого убитого члена команды Браво. И все. И больше мы ту видеокассету никуда не вставляли. Вот теперь и диск у нас появился. Хотя видеокассета у нас невесомая. Она у нас лежит в файлах и не занимает места. А вот диск занимает. Но зачем? Узнаем скоро. Ну, этот камень, конечно, который мы достали, я думаю... Я думаю, куда-то пригодится. Так, нужно слушать внимательно всеми ушами, которые у меня есть, что здесь происходит. Потому что блюдки лезут со всех окон. Вот это последняя комната. Последняя комната для моего ключика. Больше нет. Кстати, там довольно объемная территория. Я использовал ключ-шлем и вошел в эту комнату. Дайте мне ленту для сохранения. Будьте людьми. Я уже столько прошел. Так, лаборатория какая-то, друзья. Какая-то лаборатория, сияющая красным. И чей-то внутренний орган. Лежит, трудно сказать, от человека он или от животного. Что-то тут написано от руки, не датировано. Ничего не изменилось. Никогда не думал, что комната, которую я придумал в качестве эксперимента, отплатит мне таким образом. Я могу спрятаться здесь на некоторое время, потому что никто не знает о секрете за картиной. Даже сэр Спенсер. Картина в особняке в конце галереи. Я надеюсь, здесь находится эта картина. Потому что... Какой галереи? Галерею я знаю только одну. Мы там были в старушке. Давным-давно. Какая-то, да, здесь какой-то как-то на музей напоминает или что-то... Типа того. Так, вход налево. Вот картина. Хорошая картина. Почему бы и не воспользоваться? Тут внутри чей-то это я уже читал. Есть, друзья. Вот это спасение. Вот это уже спасение. Я так и знал, что мне помогут. Все, здесь больше нет ничего. Вообще нифига нет, друзья. Кроме этой двери. Ну ладно, давайте войдем. Хотя я уже много прошел, но лента здесь диковинка. Какое счастье, что я ее нашел. Ой-ой-ой. Вот это сделали. Вот это сделали с зеркалом. Сюрприз. Вот это сделали симпатично. Конечно, он еще, наверное, встанет. Я сначала не понял, откуда этот ублюдок будет идти. Все. Все в порядке. Берем в руки дробовик. Возьмем Что это такое? Кинжал. Много синей травы, друзья. Очень много синей травы. Какая-то дыра еще. Вот тут что-то лежит. Шкатулка, да? Коробка для драгоценностей. Возьмем коробку для драгоценностей. И у нас проблемы со здоровьем. Не пойму почему. Что я такое сделал. И когда меня успели ударить. Зомби-то меня не бил. А, меня ударил тот ублюдок из окна, который выпрыгнул. Все, трава нам очень пригодилась. Мы не заражены. Хотя могли бы. Отсюда нужно, друзья, выносить все, что только можно. Кстати, а что это за комнатка такая? А, это не комнатка. Мы были в той подсобке. Странно. Через стенку какая-то комната. Или мне кажется, или нет. Или нет. Ладно, друзья. В этой месте мы взяли все, что могли. Охрененное зеркало, я вам скажу. Очень охрененное зеркало. Покинем это, наверное, место. Хотя, как про какую-то картину речь шла. В конце галереи. Картина. Картина в конце галереи. О чем вообще речь? Справа я знаю, что это за такая выемка. Эта выемка называется яма, где мы лазили недавно. В ящике ничего нет. Но мне тут нужна была только лента. Изображение лент девушки. Ну все, не знаю. Я взял какую-то шкатулку. Посмотрим ее уже, наверное, когда будем в безопасности. Да? А в безопасности мы будем не скоро. Так, я хочу проверить. Что это за хрень еще вот эта такая? Конечно, сейчас найду приключения на задницу. Вот здесь. Это же галерея. Здесь я когда-то дрался с зомби. Жуткое изображение из особняка. Больше нет-то ничего. Больше нет ничего. Кстати, странное очень место. Весьма странное. Вот здесь что-то должно быть. Вот. Нет, не здесь. Не здесь. А вот здесь что-то должно быть. Какая-то секретная комната. Ладно, друзья. Наша задача сейчас простая. Добежать живыми. И невредимыми. До сохранения. А этой комнатой идти нельзя. Там, я помню, залежи красных зомби. Находятся закоулки. Туда мы точно с вами не пойдем. Уж поверьте мне. Мы пойдем через второй этаж. Через второй этаж. И останемся в этом месте. Очень странно, кстати. Очень странное место, которое я еще не разведал. Это, кстати, единственное место, где я еще толком-то не был. Здесь мы бежим туда и спустимся вниз. Если, конечно, без приключений. Я надеюсь, без приключений и без всякого жертвоприношения в виде джил. Здесь можно сократить, войдя в эту дверь. И выйду я. Да, я здесь уже был. Здесь спокойно должно быть. По крайней мере, было, когда я здесь пробегал последний раз. Все спокойно. Я думаю, добегу. Ублюдков я здесь уже убил. Было ровно два их. Все, я на месте. Ух-ух-ух. Что у меня, собственно, осталось? Какой-то красный камень. Какая-то батарея. Но батарею я знаю, куда вставлять. И какая-то замурованная, гребанная комнатка. Так, ну давайте посмотрим, что это. Коробка драгоценностей. Тут круглый спад. Примерно 4 сантиметра в диаметре. Здесь ничего необычного. Зонтик амбрелла. И здесь ничего необычного. Но круглого у нас, кроме, я не знаю, лент уже я туда не вставлю. Толкнуть камень. Да. Собственно, ожидаемо. Потому что больше предметов, кроме... Это еще что такое? Выберите часть. Блин, еще одна головоломка. Выберите часть. Вот так, да? Вращать еще можно. Что это? Орел какой-то, да? Выберите еще одну часть. Это, наверное, низ. Это, наверное, низ. Вот так, смотрится, нет? Вот так смотрится. Да. Что-то тут мне подсказывает, что вот эту надо взять часть. Вот эту надо взять часть. Сейчас мы ее отвращаем, словами. Есть. По-моему, я что-то не то собрал. Так, все, давайте, вставляйте вот эту часть. Что-то не хочет эта часть ложиться. Хотя, вот, для нее отличное место. Что-то здесь не то. Хотя, крылья подходят. Очень даже подходят. А почему она не хочет ложиться? Очень трудно. Здесь с выбором как-то проскальзывает. Ну и все. Ну давай бегом. Что-то, собственно, создано для этой штуковины. По-другому не уложишь-то. Или уложишь, или я что-то не то делаю. Ну вот, посмотрите. Сходится ведь, правильно? Ну что-то не нравится. Мать его, не нравится. Может, я не доложил? Не дотащил, вернее, может быть, эту. Хотя, она здесь и должна быть. А ну давайте тогда возьмем эту, раз это не подходит. Вообще, бред. Ну она там вылитая. Там должна быть. Ну вот она. Ну врожденная, блин. И влилась отлично. Непонятно. Ни хрена непонятно. Ни хренушечки и непонятно. Ладно, наверное, не то. Что-то видно не то. Может, вверх ногами. Ногами не туда поставил. Сейчас будем собирать еще раз. Так, еще раз. Шкатулка, мать твою. Изучаю я тебя. Ну то, что камень вставлять, это точно. А как собирать эту хрень? Вот она отпала. Вот она отпала. Теперь нужно ее собрать. Ну нижняя часть очевидна. Нижняя часть просто очевидна. Другого быть здесь... Не может. Правильно? Ну вторая... Часть тоже очевидна. Вот здесь. Потому что углы сходятся. По-моему, сейчас лучше легло. По-моему, да. Так, ну это уже просто вот... Напрашивается сюда осколок. Есть. И вот эта часть просто напрашивается. Оставим сердцевинку на потом. Вот в чем проблема, друзья. Нужно было еще отрегулировать ее. Тогда бы все, наверное, попало. Просто там... Были небольшие сдвижки. Есть. Все-таки все получилось. Внутри была брошь. Ух. Получилось, друзья. Он принял форму ключа. Ключ эмблема. Ключ с эмблемой семьи Спенсера. История, которая так же стара, как и Ракон Сити. Я знаю, что это за место. Я знаю, от чего этот ключ. И я знаю... Вот комната по соседству. Открывается именно этой штуковиной. Ну давайте попробуем. Давайте, мать его, попробуем. Опасности здесь быть не должно. Берри ручку починил. Сейчас мы вскроем эту... Гребаную комнату. Если вскроем. И надеемся, там все будет... В порядке, да? Ключ же отсюда. Да, мы ключ выбрасываем. И входим. Я взял с собой аптечку какую-нибудь. Если что, выбегу. Какая-то мутная комнатка. Но спасибо, что закрыто. Я сразу же... Блин, но я не хотел выходить. Я на столе увидел электрошокер. Что-то я здесь возьму. Интересно, что. Так, слишком темно. Чтобы что-то увидеть. Нужно зажечь лампу. Да. Лампа загорелась. Я виду, какой-то пятак еще лежит. Но хочу сначала взять шокер. Да, шокеров у меня теперь целая коллекция. Что-то еще лежит. Металлический объект. Да, это мы тоже возьмем. Коллекция научных книг по биологии. Еще что-то лежит. Что-то лежит еще. Тут ничего не тронуто. Может, тут никого и не было. Патроны для дробовика. Очень, кстати, спасибо за них. Сразу же сделаем то, что должны сделать. И все, да? Да, комната горит зеленым. Стоит телефон. Кабель перерезан. Кстати, номер телефона, я помню, там был у меня. Света станем включен или выключим? Не знаю. Ладно, пусть горит. Кто-то через окно бежал. Ну все, я с этой комнаты выгреб все, что мог, друзья. Сейчас так бы удачно же дойти до комнаты сохранения. И пора уже заканчивать нам с вами серию. По-моему, все тихо. Все тихо, если не уходить в ту дальнюю дверь. Там три красных зомби. Без паники. Просто без паники. Все, я на месте. Я на месте с тремя лентами. Какой-то эмблемой, которую будем думать, куда ее дальше вставлять. И, собственно, там телефон еще есть. Но, наверное, нам не нужен. Потому что никакого оповещения про него нам не написали. Ладненько. Сделаем так. А. Пардон. Я заберу ленту, чтобы они лежали вместе. Иначе я про нее забуду. Она находится у нас здесь. Находится здесь. Вот. Моя единственная. Хотел посмотреть, что это такое мы взяли. Какой-то объект. Здесь ничего необычного. Куда-то его мы будем вставлять. Но думаем уже, друзья, с вами в следующей серии. Так, давайте засейвимся. Довольно много мы здесь обшарили с вами. Это будет 24-й сейв. Все, друзья. На этом будем серию с вами заканчивать. В следующей серии понесем мы батарею куда-то вставлять, чтобы заработал лифт там, где работает фонтан. Ну, а дальше будет видно. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. Пока.